друзья всем привет всем доброе утро и мы продолжаем изучать продолжаем изучать медилат эстер свиток эстер тору божественную мудрость которую которую получил еврейский народ через мошера бейна на горе синай 3300 лет назад но самыми медилата сэр была записана 2400 лет назад она была записана позже где-то 2400 лет назад калмытия на связи я помню когда-то я разговаривал с тирсан и люмжинов тирсан и люмжинов это такой лидер калмытии президент международной шахматной федерации у меня как раз был кризис среднего возраста не было 40 тогда где-то 42 года и я значит как то вот знаете уже 42 года пройден какой-то этап час не 47 лет и я думал как дальше что дальше делать да это обычно вот приходит человеку есть возрастные кризисы и вот как-то меня с ним познакомили и мы как раз с ним вместе ехали в лифте и тирсан и люмжинов я вижу что человек такой он очень очень неуспешно по моему миллиардер он президент фиде ну такой очень видно сразу по человеку что он на высоком уровне я бы говорю вы знаете говорю вот у меня возник вопрос такой о чем смысл жизни говорю вот зачем вы живете и он абсолютно спокойно знаете лифт казалось бы да лифт это было в одном из университетов где он выступал и я выступал вы пригласили на встречу со студентами такой известный университет студенты такие очень известны и значит я его спрашиваю в лифте скажите пожалуйста говорю тирсан в чем смысл жизни и он такой остановился задумался такой и говорит но это же понятно смысл жизни говорит в развитии и в реализации своего потенциала то есть в реализации своего потенциала и в том что ты приходишь в этот мир у тебя есть потенциал есть потенциал возможности есть то что ты мог бы в этом мире сделать и когда ты приходишь в этот мир и у тебя ты не дореализовал свой потенциал то чек возвращается снова и снова его душа возвращается снова и снова он говорит все я Я хочу реализовать свой потенциал и больше сюда не возвращаться, так он сказал. Я ему говорю, а скажите, пожалуйста, вот я слышал, что вы строите, он построил очень много буддистских храмов, церквей, мечетей. Я говорю, это правда? Он говорит, да, да, я построил там очень много разных храмов всех религий. Я говорю, а синагогу? Он говорит, и синагогу построил. То есть я строил именно места, в которых люди могут молиться Богу. Дальше я не рассуждаю, как они молятся, что они делают, пускай молятся. Такая вот замечательная была у меня встреча с Терсаном и Люмжиновым. Хорошо, мы сегодня находимся, находимся мы сегодня в шестой главе свитка СТР. Пятая глава закончилась тем, что Аман, который был премьер-министр в Персии и который ненавидел одного человека, Мордыхая, который был один из глав еврейского народа, и из-за этой ненависти Аман задумал уничтожить весь еврейский народ. И он, значит, царь разрешил ему издать приказ. В общем, он издал приказы, разошлись письма по всем странам, 127 странам, что на 13 число месяца Адар, это через год почти, назначено уничтожение полное еврейского народа. И, значит, Эстер, которая была царица, которая была еврейка, но которая не раскрывала, откуда она была сирота, и она не говорила, никто не знал, из какого она народа, но она была еврейка, она это знала. И она была воспитанница и племянница Мордыхая. Он ей сказал, что иди к царю Каману, к Ахашверошу, и, значит, вот настал твой момент, настал как раз твой момент самореализации, ради которого вообще ты стала царицей. То есть было непонятно, как девочка с улицы, сирота могла стать царицей в самой крутой империи Ближнего Востока. Но Мордыхая говорит, вот для этого времени тебя Бог и подготовил. Хорошо, и вот Эстер идет к царю, в предыдущей серии идет она к царю и говорит, царю спрашивает, что ты хочешь, до полцарства я тебе дам. Она ему говорит, у меня одна просьба, вечером ты и Аман, премьер-министр, приходите вдвоем ко мне на пир, пить вино. Царь приходит с Аманом на пир и ей говорит, скажи мне, что ты хочешь, ты у меня никогда ничего не просила, скажи, что ты хочешь, до полцарства я тебе дам. Эстер, совершенно неожиданно для Ахашвероша и для Амана, говорит, у меня есть еще одна просьба, просьба моя простая, завтра снова приходите вдвоем ко мне на пир. Царь выходит в непонятно, что делать ему, то есть очень непонятная для него просьба, а Аман выходит и говорит, вот, вот это наконец-то я добился самого большого величия, что только меня, только меня, никого другого и царя зовет царица к себе на пир, это вообще просто, вот, вот он пик моего развития. И он приходит домой, собирает жену и своих друзей, им говорит, вот все, говорит, у меня уже есть, все я добился в этом мире, все, меня царь позвал, царица позвала на пир вместе с царем, но говорит, все мне вне в радость, все, сыновья не в радость, деньги не в радость, все мне не в радость, пока я вижу этого еврея Мордыхая, который сидит у ворот и мне не кланяется, потому что царь приказал всем кланяться. Хорошо, значит, ему советуют его друзья и его жена Зереш, ее звали, значит, построй виселицу, давай займись чем-то, построй виселицу 25 метров и, значит, пойди утром к царю попроси, чтобы он тебе дал разрешение повесить этого Мордыхая и все. Вот на этом мы закончили пятую главу. И начинается шестая глава. Шестая глава, значит, очень понравился, очень понравился Аману этот совет и он, значит, сделал, заканчивается пятая глава, он сделал это, это виселицу сделал 25 метров огромную и утром побежал, побежал к царю Ахашвирошу. Вот, шестая глава, значит, сейчас я читаю шестую главу и мы рассмотрим какие-то там нюансы, которые есть. Как мы будем изучать Медилат Эстер? Мы сейчас вот такими короткими 25-минутными уроками дойдем до десятой главы, то есть сегодня шестая, осталось четыре главы. А потом будем разбирать, когда мы будем знать полностью все содержание, мы будем разбирать глубинные законы, которые раскрыты уже в Талмуде. То есть есть верхний слой, а есть глубинный слой. И мы закончим с Божьей помощью к Пуриму, мы закончим изучение Медилат Эстер, будем точно понимать, что было, что думали люди, зачем это было и какие духовные законы там действуют. Вот, шестая глава. В эту ночь не спалось царю. И сказал он принести книгу воспоминаний, то есть свой ежедневник такой, да, и начали его читать перед ним. То есть у него внутри было какое-то беспокойство. Интересно, что у многих людей, вот бывает спишь хорошо, бывает не спишь. Вот какое-то беспокойство, какое-то внутри есть там вопрос, сложность, проблема, какая-то неувязка. И вроде бы должен спать, ложишься и не спишь. Я знаю, что такое бывало почти у каждого. И в этот момент надо понять, что в мозге включилась какая-то программа, которая вот требует решения. Какого-то там, знаете, как искрит. Искрит и в нервной системе искрит в подсознании. И что-то тебя пытается беспокоить, чтобы ты это решил. В общем, царь Ахашвирош, у него искрил, а он не спал. И он говорит, а ну принесите мне мой ежедневник, я хочу почитать свой дневник ежедневного успеха. Да, он вел, наверное, дневник ежедневного успеха, как ведут многие люди. Где-то я что-то не доделал, не понимаю что. И нашли, и нашли написано, что сказал Мордыхай по поводу двух охранников, которые хотели убить царя. То есть был заговор против царя, мы уже это изучали. И они хотели его убить, убить царя Ахашвироша. И сказал царю, а что сделали, какую дали награду, какое дали величие, как отблагодарили человека, который спас мне жизнь за это. И сказали ему его помощники, не сделали ему ничего, ничего ему не дали. Царь думает, вот это меня спасло подсознание. И сказал царь, кто сейчас во дворе? А в это время Аман, как раз этот премьер-министр, который ненавидел больше всех Мордыхая, и который хотел не только уничтожить Мордыхая, а весь евресть и народ, в это время он как раз забежал во двор. Это уже было мы откуда видим, от Всевышнего. Аман забежал во внешний двор дворца, и забежал он для того, чтобы сказать царю, повесить Мордыхая на дереве, на виселице, которую он ему подготовил. И сказали помощники царя ему, о, вот Аман стоит во дворе. И сказал царь, пусть зайдет, пусть зайдет. И заходит Аман и говорит ему царь, что сделать человеком, он ему задает вопрос, что сделать человеком, которого царь хочет наградить, что сделать человеком, которому царь хочет дать почет. И сказал Аман в сердце своем Так как эта книга, это пророчество То мы знаем, что было у него в голове Обычно мы не можем знать Что было у человека в голове Что он думал Но так как эта книга, это пророчество Мы знаем, что он думал И сказал Значит, и сказал Аман в сердце своем То есть про себя О, кому хочет царь оказать Вот такой почет Больше, чем мне То есть Аман в это время был на вершине На вершине успеха Знаете, бывает, когда Вот прет, и ты просто Ну все получается, все складывается И Аман был как раз на вершине успеха И поэтому он думает Вообще, как удачно сложилось Вчера меня позвала царица Вместе с царем на вечерний пир Значит, выделили меня Вообще подняли И позвала с пира, позвала на следующий пир Сегодня вечером пир Тут сегодня я сейчас повешу мордыхая Своего врага Которого я ненавижу вообще И у меня вообще Пойду на пир веселый и счастливый И тут еще царь Я пришел просить за мордыхая И тут царь Меня самого вызывает И говорит Как мне наградить человека Которого я хочу оказать ему почет Конечно, это про меня И говорит ему Аман Говорит ему Аман Значит Человек Которого царь хочет Вознаградить Дать ему почет Пусть принесут царскую одежду Которую надевал царь И коня Царского коня Которого на нем ехал царь Что все знали У царей были особенный кон такой Который именно царский конь И Значит Такого коня На которого Одевали царскую корону То есть очевидно Когда царь ехал на парадные Какие-то выезды То у царя же было много корон То на коня этого особенного Надевали еще эту корону И значит Пусть дадут И одежду царскую И коня царского Человеку Одному из служителей царя Одному из министров царя И чтобы они одели Этого человека Которому царь хочет оказать почет Одели в эту царскую одежду И на этом коне Чтобы они возили его По улицам города И Как бы объявляли Объявляли перед ним Чтобы шли люди Объявляли Вот так сделается человеку Которого царь хочет вознаградить Вот так сделается человеку Которого царь хочет вознаградить Значит О ком он думал в этот момент О себе Что в этот момент понял о нем царь В этот момент понял о нем царь Что то следующая ступень, ведь люди же не останавливаются. Вначале человек хочет 100 рублей, потом у него есть 100, он хочет 200. Когда хочет 200, хочет 400 и так далее. И когда уже у Амана было все, то он своим вот этим вот разговором, он выдал свою следующую цель. Следующей его целью было бы стину царя. И любой царь, который видит, он все время смотрит, он же на вершине горы, и он смотрит, кто вокруг, кто пытается залезть, кто пытается его стинуть, то у царя сразу появляется вот эта вот мысль, что надо ему, конечно, ноги подрезать, да, который хочет стинуть царя. Это любой царь так, любой президент, любой премьер-министр. Получается, что когда Аман рассказал вот эту свою, выдал ход мысли, царь понял, кто перед ним. И вторая интересная вещь. Помните, вчера мы говорили, почему Эстер два дня звала царя и Амана к себе на этот пир? Одним из ее расчетов, одним из ее расчетов было то, что царь, он начнет ревновать. Что царь, он будет ближе смотреть в ситуации, когда Аман напьется, она же их поила вином. И царь в этот момент, он сможет увидеть сущность гнилую Амана. Он увидит, знаете, когда вино заходит, выходит из человека тайна, выходит его сущность. И одним из расчетов Эстер было напоить Амана и царя и вызвать между ними ревность. То есть не между ними, а между тем царем и Аманом. Значит, и тут Аман сам рассказывает, что он хочет сделать. И сказал царь Аману, быстренько, прям так написано, «Маэр, быстро возьми одежду и коня, о которых ты говорил, и сделай так Мордыхаю, еврею, Айуди, который сидит в воротах, и ничего не пропусти из того, что ты сказал». «Ничего не пропусти из того, что ты сказал». Вот я вчера смотрел фильм, как раз Иран, вот все сходится. В Иране был шах. В Иране был шах. Иран была самая свободная страна Ближнего Востока. В Иране этот шах, он полностью убрал вообще. Это была антиисламская страна, в которой вообще полностью была как западная страна. Он водил там просто как Англия на Востоке. Теперь этот шах, он лучшие друзья Израиль, лучшие друзья Америка. Все вообще, такая американизированная страна Ирана. А в это время Аятала Хамени, лидер Ирана, такой духовный лидер, который был, он спал на полу, представьте, то есть совершенно разный подход. Аятала Хамени, он жил все время в маленькой комнате, сам себе делал чай, никогда не позволял, чтобы ему в чем-то помогали. Иран спал на полу, и только у него была цель служить Богу. Значит, и он 15 лет был во Франции. 15 лет он был в изгнании во Франции, он не мог приехать в Иран. И шаха все время спрашивали, ну что, типа, убить может его? Чего он там сидит и против шаха выступает? Шах говорил, да нет, пусть сидит, кому он там мешает. И 15 лет сидел Аятала Хамени во Франции, а шах в Иране. И тут начинаются демонстрации, начинаются, там миллионы людей выходят на улицы. И, в общем, шаха снимают, возвращается Аятала Хамени и становится лидером Ирана. Иран переворачивается в тот Иран, который есть сегодня. Все в один момент переворачивается вот так вот, в 3 секунды. В этом смысл праздника Пурим и смысл каждый год изучения Медилат-Эстер, чтобы понять, насколько мир переворачивается в одну секунду. Вот так вот. Значит, Аман везет на коне Мордыхая. И, значит, дальше. И возвращается Мордыхайн к воротам царя, где он и сидел. В Аман, не ткафель бейто, и Аман пошел домой. Написано, Авель в скорби в Эхафу и Рож. И с опущенной головой. Вот так вот он шел. Как бы он очень расстроился. В Айсапер Аман Лизереш и что? Рассказал Аман Зереш своей жене и всем своим друзьям все, что случилось. Все, что случилось. Он им рассказал все, что случилось. И ждет от них совета, поддержки, что же не скажет его близкое окружение. Как возле каждого царя есть противоборствующие группировки. То есть любой царь знает главный принцип власти. Главный принцип власти всегда был во всех вообще народах. Разделяй и властвуй. То есть, когда вокруг тебя есть люди, если они между собой дерутся, то ты над ними властвуешь. Короче, у этого Амана, он возвращается домой. Жена, друзья, он им рассказывает то, что случилось. И сказали ему мудрецы, его советники, которые его были умные друзья. Хохамим. В Эзереш и что? И жена ему сказала. Если им мизера иудим мордыха, если он еврей, она говорит. Если он еврей. Ашер, Ахилот, Алин, Поллифанав. Если ты начал перед ним падать, Лотуханло. Ты уже не сможешь тогда его победить. Тинофоль, Типоллифанав. Они говорят ему. Оставь мордыха. То есть мы видим здесь не просто стечение обстоятельств. Мы видим здесь совершенно руку Всевышнего. Так не может быть. Так не должно быть, как произошло. И теперь, если мы видим, что это произошло, мы видим, что ему Бог помогает. То есть все, оставь его. То есть Аман, когда это рассказывал, он рассказал это с подачи. Да, случайно. Ну что, так совпало. Я пришел, хотел его повесить. А тут царь меня вызывает. Как наградить? Я рассказал. И оказывается, мордыха. Да, типа, проехали. Завтра опять пойду просить его повесить. Ему говорят, его окружение. Не, вообще не связывайся. Лучше не связывайся. То есть это уже видно здесь, что здесь рука Всевышнего. Вчера, кстати, у меня есть один мой, ну как клиент в коучинге. Значит, у него огромный проект. Огромный проект. Он очень много денег вложил. И не идет. Не идет. И он продолжает дальше. И, а я чувствую, ну не идет. Ну прям видно, нету ему вообще никакого, никакого нету благословения то, что есть. Я ему говорю, смотри, у тебя проблема не в том, что там что-то не работает. Ты головой эту проблему не решишь свою. Не идет. Вот что бы ты ни делал, не включается. Я говорю, сейчас я тебе советую. Бери, иди как-то связывай свой проект. Помогай детдомам. Делай какие-то. Ты лучше те деньги, которые ты собираешься дальше вкладывать в проект, вложи в благотворительность, вложи в добро, вложи в духовность. То есть пока не включится на небе краник, я говорю, не заработает. То есть когда ты уже создал какой-то проект и не прет, то дальше все это все с неба. Все, давай лучше ты деньги вкладывай сейчас в детские дома, в сирот, во вдов. Там помогай людям, говорю, чтобы у тебя включилось какое-то, ну не идет тебе. Значит, я часто своим клиентам даю такие советы, они смеются. Ну то есть каждый в разной степени религиозности, но я не скрываю, что я знаю, что все от Бога. Так одна такая очень бизнес-мумен, она ко мне обратилась, чтобы я ей помог создать план, там, стратегию, как выйти замуж. Я говорю, слушай, вот в твоей ситуации, я говорю, точно, только молиться. Только молиться, потому что здесь стратегии никакие не помогут. Молись, если тебе с неба повезет, значит выйдешь замуж. Нет, это не стратегический вопрос, это вопрос, как на небе решат. Она говорит, да, хороший ты коуч, мол, вообще такого совета от коуча я, говорит, никогда не слышал. Хорошо, значит, ему дали совет тоже его жена и его близкие, говорят, не связывайся. Раз он мизера иудим, раз он из народа Израиля, который народ священников, значит все лучше не связывайся. Ода Медобрим и мол, пока не с ним разговаривали, пока не с ним разговаривали. В Сарисея Мэллах прибежали слуди царя, его посланцы царя прибежали. Значит, в Сарисея Мэллах и гиду, воевалу, лявит, аман, и они поспешили привезти Амана на пир, который сделала Эстер. Уже второй пир был, надо было идти на второй пир, поэтому, значит, его забрали оттуда. Теперь говорят комментаторы, что тут тоже есть интересная штука, когда забежали посланцы царя, его близкие такие, его ближний круг посланцы, они услышали конец разговора, что Аман, он сделал виселицу, хотел повесить Мордыхая, и они это услышали. Потом это очень важная деталь в следующей главе. Все, следующая глава, значит, мы завтра будем седьмую главу изучать с Божьей помощью, а я хотел рассказать одну историю, значит, хотела рассказать одну историю, которая очень сюда подходит. Вот как раз я, сейчас, секундочку, пока, а, пока разговаривать с ним, значит, как это работает. Значит, один человек, есть у меня замечательная книга такая, невероятная она называется, это история одной семьи, история одной семьи. Рассказывается история семьи от инквизиции в Испании, это первое упоминание этой семьи, их, как бы, ну, один из их предков. Он был последний, кого инквизиция уничтожила, он был, в общем, неважно, эта часть неважная. Потом папа его, этого человека, которому рассказывается книга, он прошел все концлагеря с 1939 года по 1945 год, и он везде выживал. Хотя в каждом концлагере вероятность выжить была меньше одного процента, он прошел варшавское дето, но это были просто чудеса, вот так чудеса, на чудесах, на чудесах, на чудесах. Он прошел всю войну, и все концлагеря, шесть концлагерей, где никто не выживал, его отец выжил, именно божественной милостью. И, значит, потом его отец пробрался без документов, в 1945 году он без документов сумел на корабле проплыть в Израиль. И, значит, вот такая вся история, книга называется «Невероятно». Его, потом, его отец после, там, в 50-е годы уехал в Америку, сын был главарем банды, еврейской банды в Бронксе, сын ушел из религии. Потом сын был в армии, в спецназе, торговец оружием. И в 50 лет он, он, Хазар-Бэтшува, он стал религиозным и возглавил одну из, сделал такую организацию «Арахим». Он стал директором «Арахим», которая возвращала евреев к Богу, кто ли такая организация. И, значит, рассказывается про него, что такое «Невероятно». Маленькая организация, их сидит 5 человек и планируют, что в будущем году можно сделать, как расширить свою просветительскую деятельность в Израиле, чтобы возвращать евреев к Тории. Он такой, этот зовут его Равьос Валес. Он, значит, сидят они 5 человек, планируют какие-то планы, там все, как, образовательные семинары, образовательные эти, все. И тут стук в дверь, значит, стук в дверь, он открывает дверь, стоит какой-то Равин, такой Равин с бородой, говорит, я хочу поговорить с Иосиф Валесом. Он говорит, вы знаете, у нас сейчас собрание, вы посидите вот в комнате, а мы закончим, и я с вами тогда поговорю. Этот Равин сидит с открытой дверью, слышит все их планы. Они планируют, но у них нет денег, вот нету денег, то есть планы есть, денег нет. Теперь, заканчивают они планы, этот Иосиф Валес говорит, ну, значит, с Божьей помощью планы у нас есть, а денег нет. Теперь, значит, я думаю, что если Бог захочет, он даст нам деньги. Говорит этому Равину, здрасте, вы кто? Значит, тот говорит, я, меня зовут Рав Шимшан, Шимшан Пинкус, фамилия его была Пинкус, я Рав города Фатим. Я приехал, чтобы с вами познакомиться, я слышал о вашей работе, и мне было интересно на вас посмотреть. И как раз вот божественным проведением я услышал все ваши планы на год и услышал, что у вас нет денег. Говорит, я вам предлагаю завтра, послезавтра сразу же не ждать, вылетать в Америку. В Америке я вас познакомлю с самыми большими еврейскими жертвователями, которые жертвуют деньги на образовательные проекты, на все проекты. И с Божьей помощью, я думаю, что у вас будут деньги. Они полетели, через день они полетели в Америку, и за один день они собрали 3 миллиона долларов. И на эти 3 миллиона долларов полмиллиона человек прошли семинары, из них какая-то часть стали религиозными. Вот так Всевышний, он поворачивает, поворачивает жизнь, ситуацию. И иногда ты думаешь, что все, это тупик, а это только начало. Иногда ты думаешь, что ты на вершине, а это как раз перед обрывом. Поэтому, что мы можем делать? Царь Соломон нам сказал, что делать в конце экклезиаста. Совдавар, в конце концов он говорит, околь не шма, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, тизе коли адам. В этом весь человек. Для этого человек был создан, это основа, фундамент его жизни. С этим он уйдет из этого мира в следующий мир. И значит, все, Бога бойся, это значит все время чувствовать с ним связь, чувствовать его управление миром. Заповеди его соблюдай. Есть, что делай, не делай. Вот меня очень не удивляют, но есть часто люди говорят, я Бога люблю, но какие заповеди, какие заповеди. Если ты Бога любишь, ты должен эту любовь выражать. То есть, это как, как вот просто люди, когда общаются, как они, как ты знаешь, ты любишь человека или не любишь? Через действия. Заповеди это действия. Вот если тот, кто Бога любит, он должен делать какие-то действия. Как минимум, помогать другим людям, которые тоже являются по образу Бога. Все. Удачи, успехов, хорошего дня. Встречаемся завтра с Божьей помощью в 10 утра и узнаем, что было дальше. Что было на втором, на втором пире. Вот сейчас как раз приближается развязка этой ситуации. Как раз седьмая глава расскажет нам, что было на втором пиру, на котором были Эстер, Аман и царь Ахашвирош. До завтра.